Эксклюзив, в 2017 году США вывезли из России главного шпиона, CNN, США, Джим Шута, CNN, США, 10 сентября 2019 года, Вашингтон, в рамках секретной операции, о которой прежде не сообщалось, в 2017 году США успешно вывезли из России одного из своих высокопоставленных информаторов, работавшего под прикрытием в российском правительстве, сообщили телеканалу CNN, CNN, несколько чиновников администрации Трампа, непосредственно знакомых с обстоятельствами операции. Человек, непосредственно участвовавший в обсуждении этого вопроса, сказал, что решение о вывозе работавшего в России шпиона было продиктовано, в частности, опасениями по поводу того, что президент Дональд Трамп и его администрация неоднократно проявляли небрежность в отношении секретной разведывательной информации, и их действия могли способствовать разоблачению работавшего под прикрытием агента. Решение о вывозе информатора было принято вскоре после встречи в овальном кабинете в мае 2017 года, во время которой Трамп обсуждал сверхсекретную разведывательную информацию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Эти разведанные о деятельности ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в РФ, примечания редакторов, в Сирии были предоставлены Израилем. По словам источника, непосредственно занимавшегося этим вопросом, информация, которую президент раскрыл россиянам, не имела непосредственного отношения к американскому агенту в России, однако этот инцидент подтолкнул руководство спецслужб к возобновлению проводившегося ранее обсуждения вопроса о возможном риске разоблачения. В то время тогдашний директор ЦРУ Майк Помпео, Микки Помпео, выступая перед другими высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, заявил, что о работающем под прикрытием информаторе, известном как особо ценный агент, раскрывается слишком много информации. Вывоз, или как называют такую операцию сотрудники разведки, эвакуация, является исключительной мерой, к которой прибегают лишь тогда, когда, по мнению разведки США, агенту грозит непосредственная опасность. По словам одного американского чиновника, перед проведением секретной операции в СМИ высказывались предположения о существовании такого тайного информатора, а подобные сообщения в СМИ или витающие в обществе слухи создают угрозу для безопасности любого человека, которого власти зарубежной страны подозревают в причастности к подобной деятельности. Никаких общедоступных публикаций соответствующего содержания на момент принятия решения о вывозе агента этот чиновник не назвал, и никаких соответствующих материалов в публикациях СМИ на эту тему журналисты CNN найти не смогли. На просьбу журналистов CNN прокомментировать ситуацию директор управления ЦРУ по связям с общественностью Британи Брамел, Британы Брамел, заявила, сообщение CNN о том, что Центральное разведывательное управление принимает жизненно важные решения не на основе объективного анализа и тщательного сбора информации, а руководствуясь чем-то иным, является ложным. Необоснованное предположение о том, что работа президента с нашей сверхсекретной разведывательной информацией, к которой он имеет ежедневный доступ, привело к предполагаемой операции по эвакуации информатора, является некорректным. Представитель госсекретаря США Майка Помпе от комментариев отказался. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришин, Степани Гришин, заявила, что сообщение CNN не только неверно, но и может поставить под угрозу жизни людей. В разведывательном сообществе многие испытывают беспокойство по поводу Трампа. Операция по эвакуации агента была проведена в то время, когда в разведывательном сообществе многие испытывали обеспокоенность по поводу небрежности Трампа и его администрации в отношении разведывательной информации. Об этих опасениях телеканалу CNN рассказали пять собеседников, которые работали в администрации Трампа, спецслужбах и в Конгрессе. После встречи Трампа с Кисляком и Лавровым в овальном кабинете эти опасения усиливались. Через несколько недель после принятия решения о вывозе информатора, Трамп на полях саммита Большой Двадцатки, проходившего в июле 2017 года в Гамбурге, встретился с глазу на глаз с президентом России Владимиром Путиным и предпринял необычный шаг, изъяв записи переводчика. По словам источника в разведке, знакомого с тем, как разведывательное сообщество отреагировало на встречу Трампа с Путиным, после встречи в руководстве разведслужб снова выразили обеспокоенность по поводу того, что президент, возможно, обсуждал с Россией секретную разведывательную информацию и ненадлежащим образом некоторые подробности и обстоятельства вывоза агента СНН не раскрывает из опасений, что этого человека могут разоблачить. В результате секретной операции по эвакуации высокопоставленного агента, работавшего в России, США лишились одного из ключевых источников информации о внутренних механизмах Кремля, в планах оппозиции российского президента в период роста напряженности между двумя странами. Разведывательное сообщество США считает Россию, наряду с Китаем, одной из двух самых главных угроз национальной безопасности США. Один бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки сказал журналистам СНН, «Последствия будут серьезными, так как очень сложно подготовить источники подобные этому в таких местах, куда очень трудно попасть и где сложно работать, особенно в России, поскольку контроли требования к безопасности там очень жесткие, и вновь получить подобную возможность за короткое время невозможно». Опасения росли на протяжении нескольких месяцев решения о вывозе агента из России было принято, когда опасения в разведывательном сообществе, усиливавшиеся на протяжении нескольких месяцев, достигли наивысшей точки. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, в конце правления Обамы руководство американской разведки уже выражало обеспокоенность по поводу безопасности этого шпиона и других агентов, работавших в России, учитывая продолжительность их сотрудничества с США. Эти опасения усилились в начале 2017 года после того, как разведывательное сообщество США опубликовало свой открытый доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года, в котором говорилось, что Путин сам распорядился провести эту операцию. Кроме того, разведывательное сообщество предоставило новой администрации Трампа, приходящей к власти после его победы, секретную версию доклада, в котором были особо секретные сведения об источниках, от которых была получена эта информация. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, тогда руководство спецслужб США рассматривало возможность вывоза из России как минимум одного информатора, но не сделало этого. В первые месяцы пребывания Трампа на президентском посту опасения руководства разведки усилились в связи с тем, как президент относится к разведывательной информации. В итоге они решили начать сложную операцию по эвакуации агента-информатора, который работал на США в течение многих лет. Президенту, а также небольшому числу высокопоставленных чиновников заранее сообщили о вывозе агента. Подробности самой операции по эвакуации агента остаются в секрете, а информация о его местонахождении на сегодняшний день CNN не располагает. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.